Более 15 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Иркутске и пригородах. Мокрый снег и сильный ветер пришли в регион вечером 18 апреля. Энергетики фиксировали массовые аварийные отключения из-за мощных порывов ветра, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Нестабильной была ситуация и на дорогах. Движение по трассе Байкал для автобусов и грузовиков пришлось ограничить с 83 по сотой километры на Култукском серпантине, где трасса резко спускается к Байкалу. При этом снегоуборочная техника ночью работала на всех трактах. Перед утренним трафиком и после окончания снегопада вывели дополнительные силы, отметил глава региона. Сейчас ограничения сняты. 19 апреля в области опять ожидается небольшой снег и порывы ветра до 20 метров в секунду. 1 мая над зданием правительства региона будет развиваться копия знамени Победы. Такую идею предложили на заседании областного организационного комитета Победа. Штурмовой флаг выдрузили над Рейхстагом в Берлине в 1945 году именно 1 мая. Напомним, впервые копию знамени Победы подняли на здании правительства региона в ночь с 8 на 9 мая прошлого года. Для этого временно сняли флаг Иркутской области. Его вернули на место через сутки. На заседании рассказали, что мероприятия патриотической направленности пройдут в Прибайкале с 19 апреля по 9 мая. В администрации Иркутска сообщили, что в городе планируется 150 мероприятий в честь Дня Победы. Также на заседании отметили, что решения о формате проведения акции «Бессмертный полк» в этом году примут в ближайшее время. В поселке Баиндай сгорела придорожное кафе. В кирпичном одноэтажном строении на улице шоссейная загорелась кровля. Об этом сообщили в пожарно-спасательную службу. К месту возгорания направили три пожарных расчета и добровольные пожарные команды с тяжелой инженерной техникой. Из здания самостоятельно эвакуировался сторож. Пострадавших нет. Из-за плотной застройки и сильного ветра огонь быстро охватил все строение. В течение часа продолжалось тушение пожара. Его площадь составила 1200 квадратных метров. От огня спасли соседние кафе и автосервис. Специалисты МЧС устанавливают обстоятельства случившегося. Предполагаемая причина пожара – электротехническая. Врезался в дом, пока уезжал от сотрудников госавтоинспекции. Дорожные полицейские в ходе погони задержали нетрезвого лихача. Они подали сигнал об остановке водителю Хонды, который ехал по жилым кварталам. Полицейских он проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться, совершая опасные маневры. На улице Крупской лихач не справился с управлением, свернул с дороги и въехал в жилой дом. После этого его и задержали. Освидетельствование показало, что содержание алкоголя в его крае в шесть раз превышает норму. Кроме того, 26-летний водитель ранее уже попадался за управление машиной в состоянии опьянения. На него составили административные протоколы. За повторное нарушение мужчине теперь грозит уголовная ответственность. Автомобиль поместили на специальную стоянку. Региональный чемпионат Обилимпикс стартовал в Приангарии. Это шестые ежегодные соревнования профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдет с 18 по 21 апреля на базе 20 образовательных организаций. Это техникумы и колледжи, специальные коррекционные школы и университет. Одна из площадок – Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий. Там участники смогли проявить себя в двух номинациях – обработка цифровой информации и обработка текста. Проверяли свои силы 12 человек. Навыки работы в специальных программах, а также умение вводить и редактировать текст, востребованный во многих отраслях – типографиях, издательствах, дизайн-студиях и рекламных агентствах, рассказывают организаторы. Они отметили, что в этом чемпионате нет проигравших. Он дает всем участникам возможность не только обзавестись новыми знакомствами, но и устроиться на работу. В данном случае реклама дает свой определенный плюс. Ребята, которые участвуют в чемпионате, они, естественно, будут прорекламированы, они получат сертификат, они получат грамоты. Все это при этом устройстве играет определенную положительную роль.